так всем привет приехали мы сегодня в очередную заброшенную деревню это раньше была дорога которая заросла все еще и причем и крапивой в общем пока пробираемся чуть попозже включимся так первый дом информации к сожалению особо нет никакой про эту деревню вообще мои чуть мимо не проехали до сохранность дома конечно оставляет желать лучшего там и подальше должен получше домик быть плане сохранности его как раз за крапивой вот чё и хреново летом снимать за ваш деревья крапива все заросшие лучше весной или осенью когда я видно лучше этот план в кустах ничего не заметишь мимо можно пройти сейчас мы короче обойдем эту крапиву так но это получается улица была я так понимаю это маленькая вообще деревушка была судя по всему вот он от благо вот этого домика мы увидели эту деревню иначе мы просто не заметили может быть это даже не та деревня в которой мы изначально ехали кто знает смотри видишь тоже из этого какой-то глины не глины кирпичики сложный открытый сену до глина сена все подряд вы раньше с чего делали дома офигеть дом номер три полы все загнили вообще в труху это типа почтовый ящик что-то наподобие было видимо лавочка зеркальце это подпол где хранили консервации так сказать здесь жила бабушка вали вот не написано в нашем вот какая не валяшка даже не на валяшке но как ее позвать бабушка вали вела тарай свою летопись мальчик четверг пятницу вот мой что-то отмечал воскресенье троица троеца был сепаратор это что такое? это сепаратор запчасти вот она сам чуть-чуть пушинчик новогодние глушечки там штучки бабушка валя держал корову если у нее был сепаратор ну возможно да а как тут еще в деревне проживешь иконы кстати в таком неплохом состоянии а это из этой керамика какая-то икона многие мне говорят типа что ж ты не берешь иконы не отведешь в какую-нибудь церковь вы думаете их кто-то будет брать? что-то я в этом очень сильно сомневаюсь вообще тоже есть поверишь что нельзя иконы из дома вот старые когда люди умирают забирать они типа должны находиться в доме кто как говорит печка ну такой в общем дом небольшой так глянем сейчас что во дворе там что во дворе в дворе так думаю что здесь просто крапива и все и больше ничего и пару сараев да вы видели какая у себя дорога ребят это жесть курятник что-то поход маленький особо не желаний нет идти по такой крапивой сарай там все пусто не информацию смотрите ребят что нашли мы еще здесь уважаемые Валентины Ивановны ваше заявление рассмотрено в настоящее время ваш сын Стрельников Сергей Валентинович 74 года рождения находится в федеральном розыске в ОВД по району Марьино заведено разыскное дело такое-то от 2006 года принятыми мерами разыскать вашего сына до настоящее время не предоставляется не предоставилась возможность возможным управление президента РФ по работе с обращением граждан направлено в обращение в телепередачу жди меня для выдачи пропуска в телестудии при обнаружении Стрельникова СВ вам будет сообщено незамедлительно вот так его тоже найдешь деревне заброшенной передачу жди меня искала бабушка своего сына неизвестно нашла на его или нет 74 года рождения его сейчас видится рожденьш тоже 2006 год наверно она бабуле и ушла потом так не нашла сына своего уже нашла может и нашла жди меня смотри там ну да а вот еще сразу не обратил внимание тоже кон лампадка кстати можно попробовать на чердак слазить единственное я боюсь что как бы крыша не обвалилась от этой терраски сэм шатается из самой терраски это охренеть ну надеемся она меня выдержит выдержишь дорогая моя вы вы вываливается твою дивизию а это жесть опасненько много блин зачем что-то захватиться а захватиться не за чего особо вот да да тут все сгнило в труху не ну и мальчик давай попробуем с этой стороны может получше да тоже нам не факт тут покрепче держится все дело ой блин ну да тут получше держится крыша надеюсь не провалится не обвалится что-то все хватит думаю будет крепко держится ой во мне еще весом восемьдесят лишним килограмм вот с той стороны вообще все в труху загнило кстати раз кто уходит я начал шатать маленького и она и большая шатается он не провалится отсюда да лесенка то загнила вся маленькая сюда какие сапожки маленькие да тут ничего интересного нет только ботинки да и все в принципе кого не а это есть как его обозвать елка искусственная ну и все больше тут ничего нет это все говорят что не показываешь чердак что здесь показывать не знаю а вот видок какой отсюда открывается да все зарастает друзья хочу вам порекомендовать свой второй канал которым я показываю свою деревенскую жизнь чем занимаюсь чем увлекаюсь а также обычные деревенские трудовые будни в общем кому стало интересно можете перейти по ссылке в описании под видео и посмотреть что там ваш любимый блогер снимает что за контент может кому-нибудь понравится так зайдем вот в этот сарай пластиковая баклажка а-ля бочка а вот это по моему от минска пластиковый корпус я думаю ну по-моему да потому что это жака может быть от чизеты не знаю сейчас сырсти как пахнет так а что там а ну это загон был для скотина я что-то такое не сбруй не? что-то непонятно по-моему сборная этих хомутка так покидаем этот дом идем дальше вот этим он заросли так здесь какой-то походу еще не сарай стоял или это просто свал какой-то непонятно да как же все заросло вот дум тоже такой же какой-то глиняный вот из чего строили я такого еще ни разу в своей жизни не видел офигеть так где же мне лучше войти-то с этой страны да домик без крыши уже да и внутри там уже лес произрастает что-то здесь странно так все примят крапива-то может кабанчики какие-нибудь захаживает сюда колодец о о колодец о о сарай какой-то был ну да специально форум который они клали ну да в том доме бабуль в 2006 еще жила а вы видите их уже раньше люди умерли а вот этот тополь упал нам тут внутрь смысл нет заходить я думаю все развалено и разворовано дом номер пять что дальше нет домов больше крышу крышу дали да железная была вот где листы остались в коляк обстрекался хренаси ящик какой ракет а а и сарай пристроен тоже развалился блин из чего делали дом это офигеть первый раз и такое узелок на кирпичи деревьев не было сделали вместе с травой с какой-то бурьевым не надо салон ну как же люди в какой глуши ну и все то получается что 1 2 3 4 домик хотя нумерация 5 дом где-то значит еще полностью с разрушенной был самый первый дом в общем такая вот маленькая деревенька давно давно недавно вымершая салон 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 ну это какой-то этот ангар был или этот коробник какой-нибудь кто его знает одни столбы так странно стали стоять салон 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 салон